Накануне премьерных показов спектакля «Дети Олимпа» прошла генеральная репетиция, после чего в Приморском краевом драматическом театре молодежи состоялась пресс-конференция. Как рассказала режиссер-постановщик спектакля, текст пьесы они написали вместе с драматургом Евгением Ионовым. Это же очень типичный для подростков момент. Если тебе что-то говорят делать, ты на это реагируешь, либо да, либо нет. То есть это такая толчковая, от которой ты формируешь свое мнение, от которой у тебя возникает импульс к действию, да или нет. А если тебе не говорят ничего, то кто ты и как тебе действовать, на что опираться. И поэтому скорее главный смысловой акцент мы ставим на вопросе личного выбора, и как к этому прийти. Работа над текстом длилась на протяжении всего репетиционного процесса, а артистам пришлось не только примерить на себя божественные одежды, но и прочувствовать характер и понять жителей Олимпа. Каждый приносил то, что ему важно и то, что ему интересно. У меня тоже есть ребенок, он подросток, и безусловно я через него тоже формировала какие-то вещи. Я играю богиню тьмы, так сейчас ее воспринимают в жизни. Вот все, что связано с тарологами, картами, какими-то мистикой, вот этим всем прочим. А изначально она была покровительницей домашнего очага. Да, и как это все со временем трансформировалось. По словам директора Игоря Селезнева, театр молодежи – это театр диалога со зрителем. В новой постановке «Дети Олимпа» античные мифы показали под другим углом. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.